Я прилетела из Петербурга, из России. Полгода назад, чуть больше, я открыла салон красоты формата Beauty Bar. Сколько денег ты на это потратила? Около семи миллионов рублей. Около семи миллионов рублей. Сто тысяч долларов. Должна приехать и реально сейчас взять и пихать. Предприниматель это придурок и псих. У нее 160 квадратных метров роскошного салона, который она решила сделать доступным. Мы где-то порядка 200-300 тысяч минимум каждый месяц. Мы здесь не для того, чтобы поговорить, а для того, чтобы вы что-то делали. У тебя есть деньги сейчас? Почему у тебя минус, как ты думаешь? Достаточно высокая цена аренды, потому что у нас не работает каждый квадратный метр. У предпринимателя есть такое крутое качество. Качество, знаете, азарта, когда он все равно в какой-то момент все ставит на кон. Все-таки откуда деньги на салон? То есть загрузка салона сейчас какая? Процентов 10-20? Процентов 15-18. Мне их дал мужчина. Три месяца ситуацию решить, либо закрыть. У меня есть большое сомнение, что у тебя получится. Мое место здесь для того, чтобы зажигать вас. Сколько зарабатывается? Нисколько не зарабатывает, ну в минусе, да. Ум заменяет деньги. Твой бизнес похоронен и не имеет шансов. Сто тысяч долларов удача не спустила. Мы тебя в Украине научим, как в России делать бизнес. У меня есть прикольная идея. Я тебе расскажу, как можно реально сделать главу эффекта. Почему люди так не ценят свой труд? Вот это большой вопрос. Так что давай, детка, заражайтесь, друзья, баблом. Добро пожаловать в бизнес. Не говорите о том, что у вас не то, что бизнес, но это смех, Ребята, это просто смех. Мне даже жалко ваше время. Ведут неделю, за которую ты обязан либо показать результат, либо умереть. Татьяна Зайцева, дизайнер интерьеров, живет в Варшаве, сама из Киева, да? Да. Хорошо, если эта конкретная махина большая, в лучшем случае выходит в ноль. Тот клиент, которого ты хочешь, он к тебе не придет. Не понимая сути, где там зарыты деньги, он видит работу эконом-класса. Наценка порядка 80%. Даем большой отказ. Я расскажу о вас всей вселенной. Говоришь одно, а делаешь совершенно противоположным и не понимаешь, в чем твоя проблема. Такие вещи затеваются только с целью того, чтобы масштабироваться в дальнейшем и получать большие чеки. Боишься так, что у тебя придет меньше клиентов и ты останешься без денег? Да, ну это нормально. Ты понимаешь, что у тебя, оказывается, было столько идей, у меня не покупают дороже. А у других покупают. Привет, друзья. Не знаю, как вы, я за эту неделю страшно соскучилась. И прежде всего, потому что почти целую неделю у меня не было голоса и я выздоравливала. И это был просто вообще какой-то ад, потому что остаться без голоса человеку, который любит говорить, это страшно. И поэтому мне пришлось немножко пропустить и пропустить нашу участницу Татьяну, с которой познакомился Сергей. И именно в этом выпуске вы ее увидите и узнаете, потому что Татьяна Зайцева – это дизайнер интерьеров, у которого есть большая проблема, которая сидит на носу и которую она не видит. И в этом выпуске вы увидите, каким образом у людей возникают проблемы и, возможно, найдете в ней собственно себя. Поэтому сегодня новая участница. И, конечно же, сегодня у нас появится Юстина, которая прилетела из Питера для того, чтобы рассказать нам, что же удалось ей сделать за этот короткий промежуток времени. И самая главная, наконец-то, новость. Ребята, пришла в голову ну просто такая «Вау!» идея. Мы решили, что в августе мы выпускаем мою книгу и по этому поводу надо закатить грандиозную вечеринку с мастер-классами, с бассейнами, с тем, чтобы пригласить всех наших друзей, которые занимаются бизнесом, которые участвовали уже и будут участвовать в нашем шоу, чтобы они поделились с вами опытом, чтобы мы с вами пообщались, чтобы мы с Сергеем дали вам офигенный мастер-класс, чтобы вы познакомились между собой, чтобы мы потанцевали под живую музыку, чтобы мы классно подурели, чтобы мы попрыгали в бассейн. Короче, мы придумали, это будет грандиозно, поэтому обязательно смотрите, через неделю уже начнем давать детальную информацию, продавать билеты для того, чтобы вы все успели и смогли спланировать нашу встречу в августе. В общем, ребята, сил, много энергии, много, смотрите этот выпуск обязательно до конца, ковыряйтесь, он немножечко такой наподумать, но идей в нем крутых много, поэтому смотрите, учитесь и делайте свой бизнес еще круче. Пара-пара-папа, пара-папа-папа. Короче, у нас основная мышь. Эрмес. Ага. Все заметили? Оригинал. Оригинал. И стоит как Эрмес. Да. Вот. 5 тысяч евро? Или гривен? 5 тысяч евро стоит банальная серийная сумка Эрмес. Мы такие даже не покупаем. Вот 30 тысяч евро. Таран-таран. Ну что? И очередь 5 лет. И очередь 5 лет. Видишь, а? Ты сколько лет уже стоишь? А могла бы вместо своего салона купить 3 нормальные Эрмес через 5 лет? Да. Видишь, женщины не всегда принимают правильные решения. Так, давай, женщина, которая сегодня опоздала. Ну видишь, ты не одна сегодня опоздалась, у нее день такой. Просто самолет медленно летел. Как говорится на украинском, все опиздалы. Да? Хорошо, что мы с тобой не знаем украинского. Я догадываюсь по контексту, мне кажется. Хорошо. Как прошла твоя неделя? Давай начнем с того, что у тебя было сразу же задание поехать и посмотреть на то место, которое я тебе порекомендовала. Поехала. Поехала. Ты поехала? Поехала. Поехала сделанная, очень крутая атмосфера, движуха, огромное пространство, естественно, и очень здорово зонированное и занятое. Что ты для себя из этого вот отметила из серии, блин, вот это я тоже сделаю для себя? То есть может быть это не детально, но какие-то вещи, что у меня тоже должно лучше работать пространство или что? Что это было? Какие мысли? Во-первых, мне очень понравилось, как они работают с каждым входящим клиентом, потому что кто бы не зашел, зашел просто посмотреть, поглазеть или он зашел по записи на какую-то услугу, его тут же мягко обрабатывают. Как обрабатывали тебя? Ты зашла в качестве кого? Я зашла просто посмотреть, то есть я зашла, сказала, ой, я про вас только слышала, сделайте мне, пожалуйста, экскурсию. Мне тут же предложили чашечку кофе, присядьте, то есть тебя сразу же погружают в атмосферу и ты, в принципе, уже не хочешь оттуда уходить. И там очень здорово сделаны зоны дополнительных продаж, то есть мало того, что там красиво висят платья, там сидят девочки, укладываются и на макияжах сидят, там очень сделаны зоны до продаж, то есть там стоят аксессуары, там стоят красивый стенд со средствами домашнего и салонного ухода, и там совершенно потрясающая зона канцелярии. Вот омайбук, все девочки любят канцелярию, тут можно даже не спорить. Ты что-то купила? Да. Я на самом деле очень давно смотрела на их планеры, я просто воспользовалась тем, что я уже приехала, я уже здесь, и я посмотрела их, пощупала и купила. Мне просто всегда нужно потрогать. Но это очень крутая история. Я поняла, что мне нужно как минимум расширять зону дополнительных продаж. У меня, конечно же, есть стенд с домашним уходом, который поддерживает салонную историю, но мне его нужно расширять. И, кстати, спасибо большое за комментарий, я буду отвечать на всех, мне там тоже советовали сделать больше и шире линейку того, что можно предложить гостям купить домой. Скажи, пожалуйста, тебе предлагали записаться? Нет. Ничего такого не предлагали? Нет, ничего такого не предлагали. Единственное, ко мне подошла девочка, я смотрела платья, платья очень красивые, ко мне подошла девочка и рассказала, как они работают с платьями. То есть, что мне нужно взять номерок, у них живая очередь, и платья мерятся только со стилистами. Но когда я сказала, что я пока только смотрю, девочка как-то так отошла. Возможно, я бы, может, что-нибудь и померила. Но, да, но сам факт того, что у них есть номерок, который запиликает, когда подает твоя очередь и стилист освободится, и будет готов с тобой работать, это тоже очень здорово. Сколько было человек? Очень много, на самом деле. То есть, там какое-то движение, там кто-то меряет, кто-то пьет шампанское, кто-то сидит в кафе, кто-то сидит в канцелярии, кто-то просто ждет, как я. Да, то есть, было несколько девушек, которые просто сидели на диванах или стали журналы. Я не знаю, они просто там тусовались или они ждали своей очереди. Но я хочу отметить, что пространство занимает 450 квадратов, и даже если учесть, что, например, 100 квадратов не рабочих, да, под какие-то там помещения, то 350 или хотя бы 300 квадратов однозначно являются рабочими. И представьте себе, что создали очередь. То есть, тебя порадовало вообще, что такое может быть? Я в абсолютном восторге. Более того, мне кажется, что если бы было такое в Петербурге, я бы дейли не открыла. Моя потребность была бы закрыта на 120 процентов, потому что крутой сервис, крутое обслуживание, красиво, и там действительно хочется проводить время. Несмотря на то, что там нету каких-то суперсложных дизайнерских историй, да, там нету каких-то суперсложных фотозон, там все очень стильно, по-девчачьи и очень уютно. Ты подумала об этом с другой стороны, например, а почему в Питере открыли только один джей-бар, почему таких мест мало? У тебя такая вообще идея возникла, ну мысль такая, ты себе нашла объяснение, почему здесь вот так все кишит и все классно, но в других городах и странах девочки открывают в основном только джей-бары как формат места, где можно наводить красоту небольшую. У нас на самом деле в Питере есть аналоги, да, то есть там, где есть салон и аренда платьев, но мне не очень понятно, почему они не реализованы на таких глобальных пространствах, может быть мы к этому по-другому относимся. Ты считаешь, то, что ты увидела конкретно в этом формате, оно вообще является очень классно прибыльным? Мне кажется, да. А мне кажется, нет. И я сейчас не беру на себя, я не держу свечки, но я расскажу вам, как этот бизнес по моему видению вообще правильно строится. Всегда делается что-то очень большое для привлечения вот и создания вот этой тусовки. Я думаю, что учитывая сколько людей работает, сколько это все стоит, сколько висит платье, насколько дорого их содержать, обслуживать и прочие вещи, хорошо, если эта конкретная махина большая, в лучшем случае выходит в ноль. Мое такое видение. Опять-таки, Лера, прости, если я не права, я с удовольствием тебя приглашу, вот если ты захочешь, мы это обсудим. Но я думаю, что эта махина создана именно с целью того, чтобы продавать франчайзинги, франшизы. И что когда любая девочка, которая думает о бизнесе, она попадает в такое вот место и она видит, как это работает, конечно же, у нее есть иллюзия того и желание и надежда на то, что у нее это тоже сработает. Но покупает она ведь маленькую часть, потому что очень много закрывалось сервисов аренд-плате в других городах. Потому что то, что делают девчонки, во-первых, первое, повторюсь, это колоссальная их энергия и работа личная, таких людей очень мало, как они, именно как владелицы. И второй момент, что иногда что-то делается, даже бывает в минус для того, чтобы был такой показательный ресурс и резерв, чтобы продавать нечто другое. И я хочу, чтобы вы об этом не забывали, потому что очень часто мы открываем бизнесы, именно наблюдая за тем, как у других это классно. И кажется, я сейчас открою, у меня будет точно так же. Но нужно понимать, что есть то, что нам показывают, то, что делают, но у людей за этим стоит другая цель. И я больше, чем уверена, что основные деньги, естественно, они зарабатывают с франчайзинга, там, со всех остальных отношений, нежели с самого вот этого бизнеса, по крайней мере, вот в этом большом масштабе. Поэтому то, что ты почувствовала, это очень круто. Но вот я хочу, чтобы вы учились и мыслили, смотрели несколько глубже, да, и задавали себе вообще вопрос рентабельности всего этого действия. Учитывая, опять-таки, сколько ресурсов туда вложено, может ли это быть реально интересным и прибыльным. Потому что, если держать, даже предположить такую махину и зарабатывать на этом пять тысяч долларов чистыми, к примеру, то это вообще не рентабельно, даже десять, учитывая вообще масштаб и объем всего того, что происходит. Такие вещи затеваются только с целью того, чтобы масштабироваться в дальнейшем и получать большие чеки, в том числе. Вот, поэтому вот этот момент важно понимать, когда вы пытаетесь, ну, где-то кто-то скопировать, да, чужую модель, или вы хотите просто там повторить, или вам кажется, вы думаете, вау, это работает. Самое дурацкое, что лично делала я и очень много людей, это когда мы смотрим на чью-то модель, не понимая сути, где там зарыты деньги, и начинаем делать, как нам кажется, то же самое. Хотя по факту это совершенно разные вещи. Сегодня у нас в гостях новый герой Татьяна Зайцева, дизайнер интерьеров, живет в Варшаве, сама из Киева, да? Да. Я с Татьяной из Киева, живет сейчас в Варшаве. А сколько лет уже живешь там? Полгода. Я так понял из твоих анкет, ну, у нас нет такого пункта, семейное положение, но я понял, что ты замужем вместе с мужем и туда уехали, да? Да, с мужем и с детьми. А? С мужем и с детьми. А, с детьми. Татьяна к нам пришла с проблемой, хотя лично я не вижу у нее проблемы, да? Но она видит. Смотри, Татьяна занимается дизайном интерьеров, но дизайн интерьеров ты делаешь, я так понимаю, в Киеве. То есть у тебя клиенты все в Киеве. Да. У тебя в Киеве есть партнер, девушка, которая лично встречается с клиентами, их обслуживает, да? Ты живешь в Варшаве, я так понимаю, ты ведешь на себе работу по продвижению, по рекламе там сайта и так далее, да? Занимаешься. Она здесь больше практикой занимается, да? Да. Фактически все клиенты, которые здесь у нас в Киеве, с ними всеми общается она, выезжает на встречу и уже ведет эти проекты. Угу. И основной поток клиентов, как я понимаю, у тебя приходит от подряд, ну от твоих партнеров, от какие-то прорабы, строительные организации, которые приводят к тебе эти клиенты. Да, я на самом деле дизайном занимаюсь уже больше 12 лет, ну и соответственно за эти годы уже наработано огромное количество контактов и все клиенты идут оттуда. но не идут с моего сайта, как мне бы хотелось, чтобы приходили на нашу дизайн-студию, на наши условия по цене. Вот с этим собственно и я пришла. Знаешь, мне что интересно, я вот изучал твои все анкеты, которые мы тебе дали, ты их заполнила и с одной стороны ты пишешь о том, что у тебя просто завал работы, у тебя поток, у тебя очень много клиентов. Да. Но в то же время, в то же время, что самое интересное, вот пункт пятьдесят восьмой моей анкеты, самая большая проблема в вашем бизнесе, которую вы хотите решить с нашей помощью, я задаю тебе такой вопрос в анкете, и ты отвечаешь. Нужны клиенты в оба направления. В оба направления, это в какие? Это дизайн интерьеров и… Там курсы у меня еще. И курсы, да, ты же еще ведешь курсы, вот. То есть тебе нужны клиенты в оба направления, хотя ты в мыле по дизайну и вы не успеваете делать, я так понимаю, много работы вы там с подрядчиком даете, да, каким-то людям. Да, да. Которые делают там техническую всякую работу. Зачем тебе еще клиенты, если ты этих есть не башь? Поясню. То, что приходит нам от наших ребят, с кем мы сотрудничаем, да, приходит по цене, ну я буду озвучивать цифру, да, приходит по цене 350-400 гривен квадратный метр. Так? Это 10-12 евро. Да. За квадратный метр. Кроме этого, люди еще и торгуются, кроме этого мы даем большой откат, мы даем 20-30% отката за то, что они работают лично с нами. Угу. То есть остается у тебя не больше 10 евро на квадратный метр. Да. Мы заплатив аренду. Это с дизайном, дизайн, чертежи. Заплатив аренду, заплатив людям за работу, мы в итоге на выходе в конце месяца имеем с напарницей моей 500 долларов на каждую, тысячу долларов. Повезет полторы тысячи долларов. То есть для того, чтобы нам заработать эту сумму в месяц, да, на двоих, нам нужно отпахать 20 клиентов в месяц. 20 клиентов в месяц? А ты хочешь сколько? 40? Нет. Я хочу 5. Но ты же пишешь, что тебе надо больше клиентов. Верно. Но мне нужны мои клиенты, чтобы люди приходили к нам на сайт. Значит, тебе не нужно больше клиентов? Мне нужны моих клиентов. Ну, вот ты тут написала, мне нужно больше клиентов. А сейчас ты говоришь, мне не надо 20, мне надо 5. Значит, тебе нужно меньше клиентов. Ну, смотрите, как я это расцениваю. Я расцениваю это как клиенты, которые приходят от кого-то по дешевой цене, да. И это клиенты, которые я хочу получить по своей цене, да. Потому что, если бы мы работали плохо… Что значит, вот смотри, они приходят что, не по твоей цене, а не ты, они цену назначают, по которой ты работаешь? Нет. Цену назначает тот, с кем мы сотрудничаем, та строительная компания. А она сама эту цену придумала? Ну, она сама на основе каких, какого-то анализа рынка, да, устанавливает эту цену. Плюс эта цена зачастую занижена для того, чтобы клиент к ней шел. Она тебя устраивает? Нет. Но выше они не пойдут. Мы пытались, мы пробовали. Я продаю, да. Я продаю, да. Что мне продать? Вот. Вот эту бумагу. Да. За 10 рублей. Да. Ты приходишь и покупаешь у меня за рубль. Хотя я не согласен. Ну, если я не продам. Я скажу, нет, 10 рублей стоит. Давай 10. Ну, они уйдут. Мы пробовали. Да. Там по 550 гривен у меня сейчас стоит стоимость дизайн-проекта. По-моему, недорого. Это 20 долларов в квадратный метр. Смотри, я зашел на твой сайт сегодня. Да. Посмотрел. Там у тебя есть разные цены. Самая дорогая 800 гривен. Это где там… Нет, там 650. Ага. И там есть 80 долларов в квадратный метр. А, это когда лично ты… Я объясню, почему я это сделала. Да. Потому что те люди, которые приходят по 350 гривен квадратный метр. Для того, чтобы их заинтересовать, мы ведем их на свой сайт, чтобы показать. Смотрите, как мы делаем, да. Оставайтесь с нами. Они говорят, ага, дизайн-студия Татьяны Зайцевой. А Татьяна Зайцева будет участвовать в дизайн-проекте за 350 гривен квадратный метр, да? Поэтому мне пришлось указать такую стоимость, что мне не пришлось ездить к ним, когда они видят эту цену, да, 80 долларов в квадратный метр. Желание тут же пропадает, чтобы Зайцева что-то делала лично, да. И тогда все нормально, все удовлетворяются. А 80 долларов – это нормальная справедливая цена с дизайнами? Да, есть у нас дизайнеры на рынке, которые работают по такой цене. Ну, я умышленно ее немножечко завысила, да, потому что все-таки это не тот дизайн, который мне бы лично самой хотелось бы делать, да. А те дизайнеры, которые работают на уровне, да, цена 50, 80, 100 долларов в квадратный метр. А какой бы тебе хотелось сделать дизайн? Я задалась этим вопросом, наверное, где-то перед тем, как ехать на программу. я начала какой-то такой поиск себя, что бы я хотела, я промониторила, что делают другие. Я не хочу делать то, что делают другие. Я знаю, чего хочу, я приблизительно понимаю, в каком направлении мне нужно двигаться, но это еще определенный кусок работы, который нужно сделать для того, чтобы сказать, что вот я работаю в этом направлении, да. Мне нужно тоже, как я себе это представила, подготовить работы, да, чтобы люди конкретно видели, что вот это вот такой вот почерк, да, вот так она хочет работать. Смотри, ну вот как я понимаю, да, вот я слушаю тебя и читаю твои анкеты. Значит, сегодня ты делаешь дизайн, ну, условно говоря, по цене ниже плентуса и качество, ну, условно говоря, да, там… Ну, в качестве мы стараемся… В соответствующей цене, ну, наверное, да. Вот качество нашей работы и услуги, которые мы предоставляем, они не отличаются, да, вот если к нам по контекстной рекламе, там, раз в месяц или раз в два месяца пришел клиент… Нет, я говорю о чем? Я говорю о том, что когда клиент у тебя покупает там за 15 евро дизайн-проект, он получает работу на 15 евро, ну, как бы соответствующую этой цене, правильно? Ну, да. Да. Но ты хочешь делать, ну, там, от 50 евро, например, и выше, да? Я сейчас о них, наверное, даже не говорю. Я говорю о том, что я хочу, чтобы ко мне за 20 долларов пришел клиент, мой клиент. Не за 15, не за 12, не за откат какой-то, да. Я хочу, чтобы сейчас моя напарница Наташа не делала 15-20 проектов, да, а к ней пришло 5 клиентов в месяц, конкретно на нашу дизайн-студию. То есть клиент выше среднего, который готов за хороший дизайн заплатить. Тот клиент, который сейчас к тебе приходит, он не приходит на твою студию, он просто покупает у прораба дизайн-проект просто какой-то ноу-нейм, да. Сейчас прораб, который делает ремонт, он говорит клиенту, слушай, клиент, тебе нужен дизайн-проект, я знаю одну тетю, которая за 3 рубля тебе сделает этот проект. Цена ниже плинтуса, да, но в любом случае тебе это выгодно. Плюс он, он таким образом это продает, плюс еще с тебя берет естественно, да, с каждого метра 3 там евро, значит у тебя остается там ну максимум 10 евро на квадратный метр. Я не делал никогда сам дизайн-проекты, да, но я заказывал, много раз мне делали, и я понимаю, что за эти деньги, ну дизайн-проект очень большая работа, очень большая. Ну там, не буду рассказывать, но надо вникнуть там, вжиться в это, надо этим немножко пожить, чтобы сделать хорошую работу, пообщаться с клиентом там и так далее. То есть на все уходит много времени. Получается ты, тебя продают какие-то другие люди, но задешево, ты хочешь продаваться дороже сама, да, уже как Татьяна Зайцева, как бренд, но у тебя не получается. До Татьяны Зайцевой даже речи не идет еще сейчас. Вот просто наша студия, потому что пока я не вижу, что я могу принести 5 клиентов по средней цене, которая бы меня устраивала. Нет, я не говорю там, что именно по цене там 80 долларов, я говорю, чтобы человек вообще пришел на какую-то студию, на бренд. Все, я понял. Не просто он покупает, не знает кого, а чтобы он понимая уже, кого он покупает, да, он покупал. Да. Да. Вот таких клиентов у тебя вообще нет. Они единичны. Да. Они приходят в основном с контекстной рекламой. И ты, вот я так понимаю, ты там ведешь Инстаграм, ведешь на Ютубе канал. Facebook, ты делаешь контекстную рекламу на свой сайт, и они не покупают у тебя. То есть ты очень много разных действий делаешь, да? Вот они покупают. А как думаешь, в чем проблема? Я не знаю. Я чего-то не вижу. Мне кажется, я нажимаю уже на все кнопки. Я, например, когда только вот почитал твои анкеты, ну, для меня, например, я не знаю, зрители наши, им понятно, в чем проблема или нет, но мне кажется, тут как бы она прям вот, не то что, она вот, она вот написана вот такими буквами. Нет, не написано. Покажите где. Понимаешь, когда ты начнешь увеличивать оборот, а тебе нужно увеличивать сильно оборот, у тебя очень сильно возрастут и затраты вслед за этим, учти, да? Сейчас у тебя работает мало людей, а когда у тебя, ну, тебе нужно поток увеличить там раза в 4-5, наверное, для того, чтобы выйти там в маленькую прибыль. Но когда ты увеличишь 4-5 поток раз, у тебя увеличится количество людей сильно, и вырастут также затраты. Это, знаете, как с цветами. Вот мы на 8 марта, все думают, что цветочники на 8 марта очень сильно зарабатывают. Ну, на 8 марта что происходит? Ты нанимаешь дополнительных людей, ты закупаешь много цветов, естественно, много товара всякого, много сопутствующих всяких вещей. И когда это все проходит, ты за все это рассчитываешься, вроде бы оборот был нормальный, а прибыли не так уж и много. Это вот цветочный марта. Да, потому что есть, ну, например, в цветочном бизнесе, да, есть тема цветов, которые все равно не понадобились, которые сдохли или которые были закуплены в этом масштабе и были изначально, ты не можешь проверить. Когда ты, например, покупаешь партию там 500 цветков или там 300, ты их можешь даже штучно пересмотреть. Когда ты покупаешь их тысячами, естественно, что во всех этих связках такое получается. Поэтому, ну, это, да, абсолютно верный момент. Вот, поэтому мы для себя, например, приняли решение, да, что мы больше не будем заниматься бизнесом, который можно масштабировать только с помощью увеличения количества людей. Мы хотим бизнес такой, который бы можно было масштабировать без этого. Ну, например, вот YouTube канал, да, вот мы снимаем видео, его может увидеть там 3 человека, а может увидеть 3 миллиона человек. А лучше 3 миллиарда. Лучше 3 миллиарда. Лучше 3 миллиарда. И тогда все будут писать мне через того, что я И это масштабирование, понимаешь, не нужно увеличивать количество там людей, не нужно ничего, да, просто нужно больше зрителей. У меня, кстати, еще был к тебе вопрос, я его в прошлый раз не задал. Когда ты запускала вообще, у тебя какой был бюджет на маркетинг? У меня было порядка 250-300 тысяч выделено на маркетинг. И все? Да. Ну, на запуск, да. А потом был… На что он ушел? Ну, он ушел не весь на маркетинг, скажем так, из-за того, что у нас поменялась смета. 300 тысяч – это 5 тысяч долларов. Да, да, да. Да, это был именно изначально выделенный бюджет на рекламную кампанию на запуск. И в дальнейшем было выделено порядка тысячи долларов в месяц на именно ежемесячную рекламную кампанию. То есть это заложено было в бюджет, естественно, но смета поменялась. И сейчас сколько ты тратишь на маркетинг? Да. Сейчас у меня уходит порядка 40-45 тысяч. Меньше тысячи долларов. Да. 800. Смотри, что происходит. Ты получаешь убыток в 5 тысяч долларов ежемесячно, но тратишь на маркетинг 500. получается, что, ну, такой заколдованный круг у тебя, да, заколдованная спираль, которая идет вниз. Тебе для того, чтобы получать прибыль, нужно много клиентов. Поэтому, когда запускается такой бизнес, изначально задача набить клиентскую базу как можно сильно. Поэтому на первых этапах нужен мощный, очень мощный маркетинговый бюджет. Ну, сам по себе бюджет же ничего не решит, опять же, да, знаете. Его можно слить и ничего не получить. Очень грамотно вложенный маркетинговый бюджет для того, чтобы получить клиентскую базу, которая тебе обеспечит постоянный поток и хотя бы ноль, хотя бы ноль твоему салону. И потом уже там можно как-то наращивать. Поэтому в начале, когда опытные запускают люди, они очень много, ну, большой бюджет выделяют на маркетинг. Потому что… А мы тратим на шкафчик, дорогое зеркало с лампочкой. Ну, вообще, вот в бизнесе я это замечаю, что мы всегда гораздо больше денег тратим на то, что, ну, нам нравится, да, как бы более понятно. Хотя, или там, классные, я лучше стулья возьму очень дорогие, чтобы они были удобные. Ну, это типичная ошибка вот многих, да. У нас нет денег никогда, вот Ксения, о которой мы снимали программу. У нее была такая же история. То есть, она вообще на маркетинг денег не оставила, да? У нее вообще не было, да. Вообще не было, бюджет был как бы ноль. Клиенты сами появятся откуда-то, да. Ну, там, я возьму тех клиентов, как она и говорила. То есть, у нее остались, по сути, те клиенты, которые были. А зачем она для них? Ну, у нее-то хоть были. Так ладно, но зачем она на них? Они же у нее и так были, понимаешь? Да, да. Она на них потратила кучу денег, новых привлечь не смогла, в итоге работала в своем же салоне, да, вот. И денег на новых привлечения не было. То есть, это наша глобальная ошибка абсолютно всех людей. Ну, ты вот в J-Bar, где ты была, понимаешь, ты видишь огромный поток клиентов, но ты, естественно, не видишь, откуда они берутся. Ну, не понимаешь. Ты видишь, что это толпы людей. Как они туда попали? Откуда? Естественно, огромные бюджеты тратятся на маркетинг. Причем и бесплатные, и платные способы, конечно, продвижения. Естественно, бесплатного очень много. Ну, условно бесплатного, да? У них там раскрученные соцсети, там, ютуб-канал свой. Колоссальная. Колоссальная. Они трудились над этим очень плотно. Да, много денег. Это тоже стоит денег, да? Видео стоит денег. Инстаграм истики хорошо стоит. Все стоит денег. И вот они в это вкладываются очень сильно, да, все время. Давай все-таки вернемся к тому, что тебе еще там приглянулось для себя. То есть, тебя впечатлил момент того, что ты увидела много людей, тебе понравилась обстановка, атмосфера. То есть, тебе тоже захотелось, чтобы у тебя так было? Не совсем. У нас все равно немножечко разная целевая аудитория, я это прекрасно понимаю. Почему мне кажется, что это работает? Я сейчас немножечко вернусь и продолжу. Давай. Потому что я знаю, что девочки открыли похожий Джи Барби, грубо говоря, да? То есть, с платьями и вот точно такой же. Сами, не по франшизе, они сами открыли его в Москве. После того, как у них уже начали покупать франшизу на Россию. То есть, может быть, это тоже была как рекламная акция, но они действительно открыли большой. А ты знаешь, кто профинансировал это? Нет, не знаю. Ну, ты просто перед тем, как говоришь… Значит, я не знаю все подоплеты, я просто… Открытие… Открытие… Ну, они привлекли очень большого, известного медийного партнера. А, да, ну это я знаю. Это я знаю. То есть, ты должна опять-таки понимать, что это было не из тех инвестиций, которые заработаны. Мы просто очень часто, понимаете, вот эти вещи как бы упускаем, да? То, что на это были еще откуда-то даны деньги, крупные суммы и огромная колоссальная поддержка. То есть, это очень важный момент. То есть, это партнерский проект. Ты должна это понимать. Это я знаю, да. Вот. Это лето, Кастанет, на лазурном побережье. И голос ко мне вернулся. Уху! Как я по тебе скучала, мой голос! Хочется танцевать. Ребята, я так много последнее время ходила по чужим офисам, что мне мой собственный осточертел. И поэтому мы решили, что пришло время сделать что-нибудь новенькое. И вы даже себе не представляете, что мы сделали. И сейчас я вам покажу комнату, которая когда-то была очень красивая. Потом там были холодильники, потом там было, ну вот то, что стало там сейчас, это вообще вау! Поворачиваемся и смотрим! Вау! Друзья, новость офигенная! Потому что вот этот весь хламятник, вы видите, у нас изменения. Мы здесь все раздаем, отдаем, чистим, нахрен срываем, и у нас начинается ремонт. Пришло время сделать что-то новое. И я хочу, чтобы эта комната просто изменилась до неузнаваемости. И моя подруга, Леночка, уже приступила к дизайн-проекту. И мы подумали о том, что было бы круто, если бы в этом всем поучаствовали наши подписчики. Люди, которые делают бизнес, которые занимаются ремонтами, которые, может быть, делают какие-то, рисуют офигенные картины, которые нам понадобятся. Которые делают какую-то классную мебель. Которые бы хотели проявиться здесь. Которые бы хотели поработать вместе. Которые бы хотели, чтобы я рассказала о них всем-всем-всем. Тем более, если вы будете работать офигенно, обещаю, что клиентов после нашего с вами общения у вас будет много. Потому что я расскажу о вас всей вселенной. Поэтому, если вы что-то делаете, пожалуйста, пишите. Пишите, лучше пишите мне куда-нибудь в Инстаграм, в Фейсбук. Пишите, Ольга, мы делаем ремонты, и мы хотим офигенно вам тут все сделать. У нас здесь будет лофт, поэтому мы будем все нахрен ломать. У нас здесь офигенный кирпич, мы будем его чистить, красить. Мы будем здесь делать что-то нереальное. То место, где сегодня новая Оля Ермилова хочет жить, находиться и готова начинать самый яркий этап в своей жизни. Поэтому пишите, друзья, мы очень ждем. И пусть у нас здесь будут фейерверки, 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 фейерверки. Нахрен ломать все. На мой взгляд, у меня все-таки другая целевая аудитория. Не такая, как у Джабара. Там, конечно, очень классно, здорово. Мне очень понравилось по атмосфере. Но я изначально не видела у себя ничего похожего. То есть и клиентура у меня другая ставилась изначально. И ходят ко мне совсем другие люди. Поэтому из того, что было, опять же, дано на задании, на подумать на задании, в прошлый раз, мы как раз разговаривали в Ацалесе, он сказал думать очень сильно на тему рекламы у блогеров. И в принципе, это действительно хорошая история, чтобы мы были везде, грубо говоря. Это то, о чем я тоже думала, но я делаю это в гораздо меньших масштабах. То есть у нас есть, естественно, партнерские программы с блогерами, с блогерами четко нашей целевой аудитории. Они у нас обслуживаются. У них есть услуги, по которым они обслуживаются по бардеру. Есть услуги, за которые они платят, потому что им просто нравятся наши качества. Но их у нас немного. Я поняла, что действительно нужно увеличивать, тем более, что по большому счету мне это ничего не стоит. Ничего не стоит в формате денег. Это, конечно же, стоит моего времени, моих усилий, моих большого количества переговоров и так далее. Но в формате финансовом, мы говорим, что сейчас дефицит именно финансовый, это не стоит ничего. И я за эту неделю нашла, во-первых, девочку, которая мне согласилась помогать практически на электрористических началах, потому что ей это интересно. И мы с ней нашли блогеров. Вот уже на данный момент у нас 8 человек. И мы продолжаем искать еще разных целевых аудиторий, тех как раз, кто нам нужен. То есть это стильные мамочки с маленькими детьми и деловые женщины с детьми постарше от 10 лет. Ну потому что к нам по большому счету ходит такая аудитория. Соответственно, на них нужен. А блогеров приходят люди? Да. А как вы это отслеживаете? У нас есть такая анкета небольшая, то есть когда приходит новый клиент, мы просим ее заполнить, она очень коротенькая. Мы говорим, вы нам поможете стать лучше, чтобы мы понимали, что вам предложили. И там есть, откуда вы нас узнали. И почти всегда, когда идет рекомендация от блогера, личная рекомендация, потому что девушки очень общительные, или они просто видели, подписаны, смотрели, читали и доверяют их мнению, они обычно это указывают. Плюс обычно блогеры дают, мы договариваемся, что они дают промокод, да, и там на первый визит клиент получает какую-то скидку. То есть мы знаем, откуда пришел такой маячок, а человеку приятно, и опять же это упрощает его вход к нам. Легче вход, да. То действие, которое ты должна делать постоянно. Да, да, да. Если ты хочешь увеличивать у тебя оборот людей, да. Олей сказал такую фразу, что их должно быть около ста. Понятно, что до ста мы будем еще расти, и нужно, чтобы они как-то все поместились. Во-первых, они сами ходят. Это хорошо для атмосфера, все, для движения. Ну, это какой-то жизни, когда энергия начинается руководить. Кстати, там вот где-то была, неизвестно, сколько из этих людей тоже. Да, я согласна. Ну, кстати, у них очень большой процент покрытия вот именно девочек на отношениях, которые постоянно, постоянно это делают. Но я тебе могу еще сказать такой очень важный момент, вот как у меня это происходит. Я все-таки, ну, более взрослая девочка, да, уже там, не 20-летняя. Вот, и очень такой важный момент, который случился со мной, потому что у меня есть тоже такие места, естественно. И очень круто, когда, вот, например, я хожу в салон красоты, который мне реально очень сильно нравится. И у меня очень хорошее отношение с владелицей, и мне нравится ее какое-то искреннее такое тоже ко мне отношение. И я регулярно об этом говорю, и я уже об этом говорю, ну, даже не то, что в знак благодарности, что естественно, не то, что в знак рекламы, а потому что мне реально нравится. И я столкнулась с таким интересным моментом, я не даю никакие промо-коды, ничего. Я просто снимаю иногда прямые эфиры, там, снимаю сторис, редко пишу посты, потому что, когда пишешь пост, все-таки он такой более рекламный, да, а сторис – это жизнь, и люди это смотрят. И я столкнулась с такой интересным моментом, что сначала первые пару месяцев, там, я проводила какие-то розыгрыши, они мне давали тоже для своей аудитории, там, какие-то сертификаты, которые они разыгрывают среди своей аудитории. Это, кстати, гораздо лучше работает, когда ты говоришь, да, я куда-то хожу, я сегодня хочу разыграть, там, три сертификата на какую-то сумму денег, и даем какую-то активность, там, подпишись, там, да, для этого, там, траля-ля, ну, все банальные достаточно вещи. Это хорошо взращивает активность, и, как бы, всем понятно, что это вроде как реклама, но в то же время люди получают какие-то сертификаты. Но второй момент, с которым я интересно столкнулась, спустя того, после того, когда я стала ходить туда уже три-четыре месяца, я уже обслуживаюсь более полугода, и это такой момент, что надо обращать внимание на таких твоих вот клиенток, именно которых бы тебе реально хотелось видеть. Их можно допускать на срок, да, неограниченный для тебя. Когда мои подруги, реально мои подруги, они мне стали говорить, Ольчик, это правда не реклама, тебе правда там нравится? И пошли мои взрослые подруги совсем с другими чеками, которые делают не процедуру чистки, которые делают инъекции, которые берут лазеры, которые уже заходят и оставляют приличные суммы денег. Мало того, они говорят, что они от меня, и им там Анечка делает еще специальные какие-то свои предложения, но я говорю это о том, что уже пошла такая аудитория настоящая, то есть, знаешь, которая там перерастает, остается. И они меня спрашивают, тебе реально нравится? А сколько стоит? Если там еще дешевле, чем они там в каких-то классных салонах обслуживались, а цены все время, да, в какой-то момент, ну, начинают идти в неадекватные, они говорят, ммм, класс, слушай, если тебе правда нравится, я туда пойду. Поэтому ты должна, я к чему тебе об этом говорю, очень важно отслеживать своих блогеров и смотреть вот тех, которые, вот если ты чувствуешь, что это прям вот человеку нравится, тебе он очень подходит, оставляй его, и он будет работать в долгую. Он, может быть, не сразу приведет тебе клиентов, но впоследствии это будет такая породистая, классная, настоящая клиентура, которая будет у тебя уже, знаешь, вот этим рассадником таким настоящим, не который прибежал там сегодня по промо-коду, а который хочет с тобой быть. Что ты так улыбаешься? Нет, ничего, ты все правильно говоришь. У нас есть две такие девушки, да, и они, во-первых, действительно очень приятные, мне действительно очень нравится с ними общаться. То есть каждый раз, когда они приходят, мы там и пообщаемся, и там, я уже знаю все, и как детей зовут, и как мышей зовут, и как всех зовут. И действительно от них идет такая аудитория, которая вот именно так задает вопрос, тебе правда нравится, то ты заходишь, потому что тебе качество нравится, или потому что у тебя там бартер. И когда эти блогеры действительно говорят, что, ну, мне там нравится, я все равно буду делать только у них за деньги или по бартеру, неважно. И эта девочка, ну, там, одна, вообще она мамочка уже давно, но выглядит как девочка, она очень хорошо выглядит. Она вот прям говорит, да я буду ей без денег ходить, без бартера ходить, буду за деньги ходить, потому что только там ваши ногти, она наращивает ногти, только ваши ногти у меня держатся. Ну уж куда я уйду, вы что, с ума сошли, что ли? Вот это очень приятно. Да, это важно, и на это вот всегда отслеживайте обязательно, с кем вы работаете, если вы видите, что класс, все работает замечательно, как бы человек вам подходит, не, ну, как это сказать, не жадничайте, да, не начинайте перекрывать этот ресурс, мол, все, он уже мне пять раз отходил, уже, мол, все, нет. Вот самые интересные плоды начинаются потом, когда люди уже видят, что это действительно по-настоящему. Вот, и не указывайте тоже человеку, что ему писать, что ему говорить, там, вот он, пусть он это сделает искренне, и это будет гораздо лучше. Устанавливайте просто личную связь, чтобы он уже как хозяин тебя знал, это тоже очень важный момент. Одно дело, ты просто ходишь непонятно к кому, да, там тебе менеджер какой-то написал, а другое дело, он знает там тебя как хозяина, он с тобой уже какие-то отношения делает, то есть это, ну, реально работает, правда. Я, кстати, тоже вас отведу потом поцелу, покажу вам, вы какой-то мальчик хороший. Так, на мне каждое качество всегда тоже работает. А отношения рулят прежде всего? Качество сегодня это то, что конкурирует, отношения это то, что по-прежнему редкость. Мое такое мнение. Согласна. Не, ну, продукт по умолчанию должен быть качественный. Продукт сегодня даже не говорим о том, что он может быть плохим. Если некачественный, понятно, человек пришел, он больше не придет, все, это не обсуждается. Да, это дырявое такое решето у тебя получится. Окей. У нас есть, например, знакомый, да, дизайнер, наверное, мы как какой-то устроим тебе с ней встречу, как-нибудь, надо будет графики, чтобы ваши пересеклись, потому что она все время ездит по сграницам, она очень много делает проектов и в Европе, и в Штатах. Она, у нее тоже есть сайт свой, но она не дает контекстную рекламу, она не ведет ничего и ничем этим таким не занимается, ей практически сторонние люди не приводят клиентов, но у нее всегда полно клиентов. Даже приведу в пример себя, мы сначала заказали дизайн-проект в этом офисе, потом мы заказали дизайн-проект у себя в квартире, потом мы заказали дизайн-проект у себя там в одном магазине, там в другом магазине, затем в магазине наших друзей, затем клиника наших, друзей наших друзей. И дальше пошло-поехало То есть друзья наших друзей Она им уже делает там проекты И почему-то так происходит Что у нее всегда есть клиенты У меня тоже есть клиенты Которые приходят по сарафанному радио Но они Причем тут сарафанное радио Я пытаюсь связываться Мы только с Ольгой Заказывали ей там Минимум 5 проектов Мы один клиент Мы заказали ей 5 Лет за 5 мы заказали 5 проектов Ну как я это вижу У вас определенный уровень жизни Определенный уровень достатка Вы можете себе позволить За период своей жизни сделать Такое количество объектов Люди которые проходят по той цене И покупают себе Одну квартиру В своей жизни 35 квадратных метров или 50 Они очень редко Они раз в жизни это делают Да, они делают это раз в жизни Нет, у меня есть клиенты Которые по пятому разу И по десятому приходят Ну смотри Но это единицы Есть все-таки такие Да, но это единицы Ну люди возвращаются, да Но их мало И плюс они приходят по той же Ты нам в позапрошлом году По 250 делала А в этом ты 550 хочешь Ну давай хотя бы за 300 Вот диалог Но я тебе еще приведу Значит тогда другой пример Когда Оля начала заниматься свадьбами Ну она много раз этот пример приводила Но он сейчас в тему просто Она была рада любому клиенту Любой клиент, который приходил С любым бюджетом И на сайте было написано Вот какой бы у вас ни был бюджет Приходите Мы сделаем все равно вам свадьбу На ваш бюджет Что происходит Когда приходит клиент С маленьким бюджетом Да я смотрела это видео Смотрела И что происходит Расскажи Ну это вынос мозга Да Это затраты временные Такие же Как и на любого другого Денежного клиента Но я же борюсь за этого Денежного И в результате клиент Довольный уходит или нет? 50 на 50 Хотя стараешься Для всех одинаково Ну как правило Вот Как правило он недоволен Потому что он все равно Недоволен тем Что он сильно много денег потратил Для него это много Для нас это мало Для него это много Результат Он хотел бы лучше Но Но это как человек Который знаешь Ходит там В салоне Мерседеса Смотрит Облизывается Да Смотрит на этот Мерседес Потом идет Покупает Таврию там Да Или Ладу Потому что у нее на Мерседес денег нет И ездит недовольный Потому что Она у нее все время ломается Да И так далее Ему некомфортно Вот И спрашивается тогда Зачем Ты этим занимаешься То есть Ты денег не зарабатываешь Да У тебя много работы Ты не зарабатываешь денег Практически Ну там Тысячи долларов Да В месяц Это немного Ну Если там Говоришь 15-20 клиентов Ты за месяц Перерабатываешь Да То есть Каждого клиента Зарабатываешь Там 50 долларов Это же смешно Правда Смешно Можно ли Можно ли на 50 долларов Которые ты прибыль получаешь С клиентом Уделить ему время Там Заняться им Поговорить с ним Нет Это просто вот проект на проекте То есть это Конвейер Это потом Это конвейер А ты хочешь Чтобы у тебя все-таки Был другой клиент Да В чем проблема тогда Не знаю Где написано Скажите Вот у нас Ты смотришь Наше шоу Да Вот Юля С Житомира Смотрела ее историю Да Ну Что у нее изменилось Ну Она поменяла свое мышление Да она подняла свой ценник Она перестала бояться Работать по этому ценнику Я тоже его подняла Но клиентов Как ни было Так и нет Потому что у тебя стоит Просто у Юли Немножко другой бизнес Это некий поток И люди возвращаются 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 Да это не те суммы О которых у меня идет речь Да Возможно Возможно это проще Поднимать И продвигать Чем то что есть у меня То есть ей проще цены поднять Чем тебе Нет я могу поднять цену Но я не Но у тебя стоит на сайте Самая дешевая цена 200 гривен за квадратный метр Да Там без интерьерных решений Но чертежи Все равно Я скажу почему я это сделала Я сделала это буквально недавно У меня обстояла цена 500 гривен Квадратный метр За полный проект Но я Смотрю посещаемость сайта Ну она небольшая Так порядка 100 человек в день Да И я подумала Блин Ну вот 100 человек в день Ко мне заходит на сайт Они смотрят Значит им дорого Я просто разобью Это на как бы Услуги Которые бы позволили Любому человеку Зашедшему на сайт Приобрести ту услугу На которую он рассчитывает Я вот не понимаю Смотри Я все равно тебя не понимаю Я с тобой разговариваю Мы как будто Два человека Которые разговаривают На разных языках С одной стороны Ты говоришь Я не хочу этого клиента Но с другой стороны Ты для него делаешь Предложение Чтобы вот такой клиент Который тебе не нужен Он все-таки Остал твоим клиентом Я не пойму Зачем ты это делаешь Он не нужен Зачем? Ну это тот клиент Который придет Который мне не нужно Будет никому давать откат Мне выгодно Ему за 200 гривен Сделать чертежи Это будут только чертежи И я на них тоже нормально заработаю Но ты же хочешь другого клиента Но ты же говоришь Что ты хочешь делать Проекты другого уровня Решения другого уровня Не те, что на потоке делаются А более интересные Но ты же с этим клиентом Не сделаешь ничего Никакого продукта Почему еще хорош Ну вот в свадьбах Например Ну тут очень похож Бизнес Почему хорош клиент С большим бюджетом Знаешь? Кроме того, что Ты на нем зарабатываешь больше Но он интересен С ним можно креативно что-то делать После него портфолио остается Какое Ну понимаешь Какие свадьбы Какие фотографии Какие видео остаются И они приводят клиентов Которые Понимаешь Когда у нас Например на сайте Ну мы раньше на сайт Размещали любую свадьбу Которую делали Все Клиент заходил Смотрел Ага Он видел свадьбу Там условно говоря За 3 рубля Находил О, это мне подходит И приходил Говорил Вот такую же хочу И все заказывали Свадьбу за 3 рубля Клиенты приходили Потом Что мы сделали Мы поняли В чем наша проблема Кстати Юля Шакирова Подсказала Это Она декором Занимается из России У нее там гигантские Такие декорации В общем Очень дорогие Она сюда К нам приезжала На саммит У нас выступала Мы организовывали И мы вечером Предлогласили ее в ресторан И она говорит Я на своем сайте Держу только Самые лучшие работы Я все убрала Оставила только Самые лучшие И ко мне Клиент на них Такое приходит После этого разговора Я пришел домой Сразу же снес все Оставил только Самые лучшие Самые дорогие свадьбы И к нам перестали Переходить клиенты По 3 рубля О, я пойду тогда Ты уже получила Отверг на свой вопрос Да Да То есть все Можно больше не сниматься Ну нет Мы попробуем Вдруг мы еще До чего-то дойдем Просто Ну знаешь Мне всегда удивительно Когда Ну человек Вот мы сидим Разговариваем Ты говоришь одно А делаешь совершенно Противоположно Этому И не понимаешь В чем твоя проблема Ты же хочешь одного Говоришь Вот я это хочу Но Блин То есть Семи силами Ты пытаешься Заманить к себе Эконом клиента Который там Опять же С ним работать На потоке Зачем Ты боишься Так что у тебя Придет меньше клиентов И ты останешься Без денег Да Ну это нормально Понимаешь Тут в какой-то момент Ну нужно принимать решение Что дальше По поводу еще Историй Как сделать так Чтобы нас больше узнали Чтобы у нас была Какая-то жизнь И было больше людей Как минимум Просто чтобы они вошли Я очень долго думала Какой мы можем сделать Бесплатный вход Да То есть понятно Что у нас есть расходник И это достаточно сложно Какой мы можем сделать Бесплатный вход Или минимально платный Но полезный человеку Понятно что мы не можем Удать Всем мы не можем Дать бесплатные услуги Но это Убийство Да Мы не можем дать Всем какое-то Безумное количество Сертификатов На какие-то безумные суммы Тоже нет Не ту аудиторию Даже привлечешь Да Халявщики Из-за того что у нас Много мамочек С детьми разных возрастов Им всегда интересно Тусоваться вместе И им всегда интересно Какие-то мероприятия Даже без детей То есть У них настолько сейчас Много мамских мероприятий Там Мама слет Инфа мама Инста мама Еще что Ну очень много Периодически Когда они приходят к нам И говорят Слушайте так здорово Я могу сесть Взять чашку чая Двумя руками Включить телевизор И посмотреть фильм Который хочу я И никто не будет Мне орать Над духом что И я успела поговорить С несколькими Такими мамочками За эту неделю Мы подумали Что было бы здорово Сделать летние Клиентские мероприятия В дни Когда им удобно Например В четверг Или когда дети Уехали в лагерь Или когда там Еще какой-то день На темы Которые им интересны То есть Летом Это например Да все что угодно Как прическа на пляж Там просто прийти Ну то есть Какие-то темы Которые им интересны Такие мастер-классы Либо бесплатные За которыми Они смогут Пообщаться Выпить чашечку чая Прийти к нам Опять же Увидеть Как у нас Может быть Что-то сделать Или хотя бы Просто познакомиться И почувствовать Профессионализм мастера Который просто Им об этом расскажет То есть Не в инстаграме Выкладывать Эти полезные посты А сделать в рамках Мастер-класса Для мамочек Очень классный мастер-класс На котором я Однажды была Это когда учили Как заплетать Ребенка То есть Это такая Беспроигрышная тема Потому что Реально Какой-то колосок Сделать Или там Ну там Три каких-то Простых плетения Это как бы Очень прикольно Когда можно Прийти со своими детьми И потом В какой-то момент Детей можно убрать Взять там Им аниматора И с мамами Уже что-то там Я не знаю Рассказать им об уходе Ну естественно Тоже с целью Что-то продать То есть Вы должны помнить О главных вещах Что мы просто Не просто создаем Что-то в тусовку У нас есть задача Что-то продать Что-то записать Рассказать о своих условиях Я еще кстати забыла Уточнить с тобой Такие моменты Как пакетные Да Обслуживания Абонементные Да есть у нас А что вот конкретно Я тоже читала Опять же в комментариях И порадовалась Что у нас это есть Потому что люди Это предлагают Говорят это классно А у нас это есть Из пакетных Мы изначально заявили О том Что мы специализируемся На обслуживании В 4 и в 6 рук Что это значит То есть понятно Что у нас есть образы В 4 руки Когда делают макияж И прическу Среднее время Образы у нас От 40 до 70 минут То есть 70 минут Это вечерний образ Какой-то Понятно что мы говорим О средних числах Потому что если волосы А о количественном Есть ли абонементы На что-то количественное У нас есть абонементы На определенную сумму Мы пробовали Вводить абонементы Количественные Они пошли хуже Практически не пошли А вот абонементы На какую-то депозитарную сумму Они идут Потому что их покупают В подарок У нас они очень симпатичные У нас есть Дополнительная услуга Что вы можете выбрать Букет И мы туда вложим Этот сертификат И доставим бесплатно Ну вот Такие приятки Мне вот знаешь Всегда например Не хватало Следующих моментов Ты говоришь о том Что ну как бы Что-то стоит для вас денег Например Самая простая услуга Которая не стоит для вас денег Как правило делается Достаточно быстро Это плетение То есть очень такая Плетение Очень удобно Очень красиво И является Очень хорошим Литгеном Я бы например Попробовала запустить Какие-то абонементы В формате Пять плетений покупаешь Пять в подарок К примеру Десять плетений По цене пяти В какие-то дни Возможно Я бы делала например Те дни Которые меньше заняты Естественно По времени И так далее Я бы делала мейк А плетение в подарок Тоже То есть какие-то Такие низкие Свои часы Тестила бы То есть не то Что там вводила Это навсегда А просто бы тестила Вот тема плетений Она очень прикольная И вообще Потому что разные укладки Понятно Они занимают Разное количество времени Где-то это тяжело Где-то это сложно Но вот эту вот Приплюсовку Я бы сейчас активно Бутестила Опять-таки Для набивки базы Надо помнить сейчас О первом моменте Который важен Это набивание базы Поэтому То что тебе там писали Поднять цены И так далее Я думаю Что сейчас Твоя ключевая задача Сделать Понятным Позиционирование Для тех людей Которые тебя не знают Потому что Видишь Когда они тебя не знают Они говорят У нас О там дорого Не знаю На витринах Написать свои цены Да там На Больше в интернете Об этом писать Кстати Как приходят рестораны Иногда Раз меню с ценами стоит У нас на окнах У нас три больших окна Выходят на Ковенске У нас Там стоят цены На абсолютное счастье Потому что У нас очень хорошая цена У нас стоит цена На маникюр В общем человек понимает Да Ну соответственно Тогда это решает Как бы вопрос дизайна У меня к тебе еще Знаешь какой вопрос был Такой серьезный Вот у тебя там есть Косметика для продажи Да Для ухода домашнего Ты говорила А как она продается Кто ее продается У нас есть скрипты Есть скрипты для мастеров И есть скрипты для администраторов Скрипты для мастеров Конечно попроще Потому что там больше реклама Не прямая идет Да То есть Девочки подбирают домашний уход Во время выполнения какой-либо процедуры Да Они там моют голову клиенту Или они делают укладку Они разговаривают с клиентом О том какие у клиента проблемы Да Например Девочка жалуется Что или женщина жалуется Что она не может с утра волосы уложить Они у нее не слушаются Или что они у нее начали сечься То есть мастера продают Да А продают ли они? Не все Вот в этом проблема Я конечно работаю с этим Но это заставить человека продавать Если он не хочет Это сложно Твоя задача Искать таких мастеров Которые будут продавать И обязательно проводить им Обучающие мастер-классы И если человек этому не поддается То очень важно все время То что говорил Сергей Все время делать литген себе мастеров И все-таки находить тех людей Которые Мы знаем что это проблематично У нас с флористами такая же история была Вот Но очень важно чтобы он продавал Потому что в противном случае Это не очень выгодно У меня еще Прости сейчас пока помню Еще один вопрос есть Какая маржинальность Вот тех средств которые ты продаешь Сколько они стоят для вас И какая маржа на них вообще? На них идет наценка порядка 80% Но это небольшая наценка Потому что это позволяет нам держать Цены чуть ниже чем в среднем по городу И это дает возможность клиенту Купить именно у нас Сколько брендов представлено? У нас практически монобренд У нас всего два бренда Потому что мы на них работаем И мы изначально озвучили Что мы выбрали два крутых бренда Которые подходят под Они универсальные грубо говоря А я вижу У меня есть в задачах У меня есть два бренда С которыми я еще хочу Я вижу задачу следующую От мое видения Я бы первая взяла бы Нашла какую-то очень дорогую линейку На которой будет очень большая маржа И предлагала бы всегда клиента Как вариант рассказывала бы Начинала бы сеять О супер премиум классном продукте Желательно вообще Если вы получите Стать его амбассадором Вообще круто То есть там где у тебя маржа Будет очень высокая Но это будет дорогой продукт Он будет покупаться реже Но ты когда продаешь баночку Ты знаешь что 100 евро С баночки заработала Я даже знаю здесь такие бренды И я надеюсь что мы сделаем встречу Поговорим об этом С владельцем салонов Который тоже так делает И вот мне кажется Это очень важно Потому что всегда есть люди Которые хотят больше чем уход Вот они хотят что-то супер премиальное Очень классное Натуральное Органическое Поищи такие бренды Для того чтобы работать над маржинальностью И второе Я бы предложила взять какой-то Все равно более попсовый продукт Тот же керастаз например Что-то из лореаля Потому что во-первых Всегда есть люди Которые все равно это предпочитают Они уже с этим знакомы Во-вторых Это более массовые какие-то вещи То есть бывает человек он не хочет Не готов пробовать что-то новое Да Или ему достаточно вот этого уровня Он не хочет супер премиум Но хочет достаточно хорошо Я не знаю будет ли это керастаз Или там что-то другое Я так для примера Для меня керастаз уже попса Да такая Но я его люблю Потому что как говорит мой мастер Это самые дорогие в мире силиконы Что тут еще сказать Очень круто когда мастера знают вообще о бренде И могут клиенту опять-таки в легкую Даже не подбирая Просто как бы не взначай все время бросать Да вот самые дорогие в мире силиконы Да это классика попса Но блин это работает Или как мне часто говорили о том Сколько денег институт этот Почему не может этот бренд быть плохим Они говорят да они миллионы тратят долларов На исследование там их институты в разработке То есть их никто переплюнуть не может Какой там понтин прави То есть потихонечку эту серию надо сеять И я бы все-таки предлагала И расчески И фены И плойки Потому что это всегда для женщины проблема Мне всегда говорили Вы каким феном сушите волосы И да мне в итоге дошло Что блин Оказывается профессиональный фен Там пар люкс Классно он быстро сушит Я езжу везде Я никуда без своего фена не выезжаю Тот же самый утюжок Девочка вытягивает Для нее проблема Как себе подобрать этот утюжок То есть чем больше вы будете предлагать Таких вещей Тем круче будет То есть вы решаете все проблемы девочки Ее расчески Ее термобигуди Не знаю Ее суперплойка Как сделать большие локоны И так далее То есть Нужно обязательно это тестить По моему мнению Обязательно это предлагать Хорошо Да Я же девочка Ты же не девочка Ты вот видно сразу Что свои волосы не любишь Без утюжка Без утюжка Я увидел Конечно Что ты пытаешься Как бы работать на всех Ну там На все категории Да Ты пытаешься Так не бывает Вот оно не работает Знаешь Клиент Например Тот клиент Которого ты хочешь Он к тебе не придет Потому что он видит На твоем сайте Не то что он хочет Он видит Да Работы эконом-класса Как он к тебе придет И ценник 80 долларов Он естественно Говорит нет Это ценник на 10 долларов Там на 15 На 20 Может Не на 80 Как ты хочешь продать за 80 Окей Там кстати Я смотрел У тебя там в портфолио Есть какие-то дома Там в Америке Там Ну там по 2 По 3 фотки Это твои Или не твои работы У меня муж занимается 3D визуализацией На Европу Собственно мы для того Чтобы поднять статус сайта Да Чтобы показать Что Татьяна Зайцева Работает везде и всюду Да Вот ее ценник Таковой Мы добавили туда эти проекты Но я не поверил Что это твои проекты Почему? Потому что Ну есть там проекты Например Ну там Дом там Броварах Да Там есть проекты Условно говоря Там Борис Поликвартира Там такие вот Там ну по 30 фотографий Ну я объясню почему Потому что клиент из Европы Заказывал у нас услугу Он платит за ракурс Ну я понимаю Он заплатил там за 3 ракурса Да Вы эти 3 ракурса Там ему визуализировали Да Да Ну то есть это получается Что вы не делали этот проект Просто вы делали визуализацию Чего-то проекта Не всегда за визуализацией Скрыта только визуализация Да Есть даже проекты Которые делают Для многих дизайн студии Здесь Конечно Мы не можем заявить Что это наша работа Что это мой дизайн Мы конечно же пишем Что рендер там Или визуализация Для такой-то там студии Но чаще всего Там 50 на 50 Например Да То дизайн все равно идет наш Люди просто говорят Так Рисуй нам в современном стиле Бежевенькая Да Вот здесь вот кирпичик там добавь И экостиля там еще чего-нибудь Да То есть работа Творческая и дизайнерская Она все-таки наша тоже Но я не поверил Мне это выглядело как Знаешь Как будто бы это где-то взято Ну потому что Видно что когда ты делаешь Там проект У тебя много Там ракурсов Много всего Да Ну мы подписываем Мы не скрываем Мы пишем что это рендер Там для такой-то студии Там для архитектора Там же ничего не написано Это просто картинки Там в левом нижнем углу У меня всегда написано Если это не мой Значит я пишу Что это работа Там с таким-то архитектором С таким-то дизайнером Для такого-то региона Вот так Слушай Еще увидел у тебя Там где стоят цены И услуги Стоит Такой большой-большой Прайс-лист На строительные услуги Ты зарабатываешь На строительственных услугах? Да Каким образом? Ну у нас свои ребята С которыми мы работаем Если нам заказ приходит От какой-то строительной компании Мы его туда же и возвращаем А если клиент пришел на меня То да Есть проверенные ребята С которыми мы работаем И есть в этом смысл Какой-то для тебя Продавать это? Ну во-первых Я доверяю своему прорабу Этот человек Который никогда не подведет Даже если вдруг Он где-то что-то заметит Хорошо Тогда другой вопрос А есть ли смысл Покупают ли это люди Просто на сайте? Ну вот зашел Человек увидел Прайс-лист На эти строительные услуги Решил у тебя купить Да У нас был даже Некоторое время Спектр рекламной Контекстной рекламы На ремонт Да, звонят Просто мне лично Показалось Неким размытием Определенным Ну вот как бы Все хотят Все кто заказывает Дизайн Хотят чтобы это было в паре Им тогда спокойнее Особенно если они В очень хороших отношениях С дизайнером Соответственно они знают Что дальше все будет хорошо С прорабом Прорабов у нас несколько Мы говорим Посмотрите этого 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 Поедьте на объекты Посмотрите качество Работ Сами пощупайте И вы будете понимать Каждый из них Вам посчитает смету И вы выберете того Кто вам по бюджету подойдет И кто вам понравится По проекту Ну пока я как увидел Твою стратегию продаж Это низкая цена То есть это твоя стратегия Правда? Наверное да При такой стратегии Пытаешься найти Другого клиента Как думаешь Получится? Я хочу найти Вот по моим ощущениям У меня борьба постоянная И я хочу найти любого клиента Который придет на меня Не на кого-то А на меня Вот так Мне кажется Вот у тебя тот самый бизнес Когда клиенты должны Возвращаться по много раз А они к тебе Очень плохо возвращаются Мне кажется У тебя проблемы с продуктом Ну лично я думаю Я как бы не могу Я не видел физически Твоего продукта Я видел только Твои эти визуализации Там фотографии на сайте Но я считаю Что например Если клиент не возвращается Нужно смотреть продукт Нет он возвращается Тот кто может себе позволить вернуться А поскольку средний Такой ценовой сегмент То Он не может себе позволить Раз пять лет купить квартиру Значит тебе нужны клиенты Которые могут себе позволить возвращаться Окей я поняла А такие клиенты Которые могут себе позволить возвращаться Они не заказывают По 200 гривен проект Понимаешь Я например когда захожу В кафе Вижу цену Например Пять гривен за чай Я понимаю Мне здесь не подойдет Здесь скорее всего За пять гривен Даже стакан помыть нормально нельзя Не говоря уж о том Что за чай Чай хороший тут налить Ты допустим Продавая чай по пять гривен За стакан Надеешься Что тебе придет шикарный клиент Который покупает чай по 100 гривен В хорошем ресторане И заплатит тебе 100 гривен За этот чай Потому что Он же платит Где-то там по 100 гривен В другом месте Почему он у меня не платит Я все поняла Хоть у меня и ценник пять стоит Но он же там В другом месте же платит Вот на курсы свои Я цену подняла После вашего видео А на дизайн Нет Наоборот Разбила На подгруппы Понимаешь Дело же не в том Поднять цену Может каждый Поднять ценник Важно чтобы Наверное Как-то человек видел Что это должно соответствовать Одно другому Вот Но Я считаю Что тебе нужно просто Принять решение С каким Какой клиент тебе нужен Не бывает клиентов В принципе Да Ну как бы Вот Есть какие-то конкретные клиенты Есть клиенты Которые там Такой доход Такой Такой С уровнем С каким уровнем дохода Ты хочешь видеть клиента Вот и все Ты должна просто Принять решение И В таком случае Нужно мужество Для того Чтобы отказать тем Кто тебе не нужен Вот например Мы сейчас Когда Опять же Наш пример Приведу Раньше Когда мы Очень сильно Нуждались в клиентах Ну боялись Без них остаться Любой звонок В наш офис Цель Человека Который принимает Этот звонок Была одна Пригласить На встречу На любой вопрос Который задавал клиент Ему девочка отвечала Приходите к нам На встречу Мы ему тут все расскажем Приходите на встречу Мы все расскажем Вот цель Цель была Человека Который принимает звонок Чтоб клиент Который позвонил Пришел на встречу На встречу Уже дальше Цель продать Но цель И у нас было Очень много встреч Очень много Оля каждый день Встречалась По два По три раза С этими клиентами Сейчас Цель звонка Знаешь какая Цель звонка Выяснить Бюджет клиента И если он Не соответствует Нашим представлениям Сколько Какой должен быть Бюджет Сказать Мы вам Извините Мы вам Ничем не поможем То есть Сейчас задача Отфильтровать И только Чтобы пришли На встречу Только те Кто потенциально Может быть Нашим клиентом А вот кто Не может быть Потенциально Он вообще На встречу К нам не попадает Он не тратит Даже наше время Он отфильтровывается За три минуты На этапе Телефонного Звонка В наше агентство Окей И мы их не приглашаем Их не уговариваем И не говорим Мы за ваш бюджет Сделаем там Красоту Ну нет Мы говорим Мы за ваш бюджет Не можем сделать Того уровня свадьбы Который мы делаем Извините Вот если у вас Только 10 тысяч долларов Да То мы На 10 тысяч долларов Вам Мерседес С-класса Никак не можем продать Ну не можем Да Он вам нравится Все Но мы не продаем А лады мы не продаем Извините Ну там Вот другой салон Вот он продает Идите Мы вам даже скажем Куда пойти Адрес дадим Но мы нет Мы этого не продаем Окей Такое у меня Знаешь Все равно я не удовлетворен В том плане Что Знаешь Как будто бы Я тебя заставил Не то что ты Все-таки Я все-таки Хотел бы Что ты сама Это к этому пришла Но мне пришлось Тебя продавить Нет Я как бы это понимаю Я смотрю В каком ценовом Сегменте работают Другие дизайнеры Но Мы не знаем Какой у них объем Работы Да Если это один клиент В 3 месяца Да И она там работает По 30 долларов Например Квадратный метр Я же не знаю Кто за ней стоит Да Может там стоит муж Еще кто-нибудь Да Кто ее там поддерживает Ну ты не знаешь Да Но я тебе скажу Точно что По нормальным ценам Много люди делают Много И мерседесов Дофига покупают Вот я когда Утром Спускаюсь на рифте В подземный паркинг У меня под домом Я вижу практически Одни мерседесы Там Порши Ягуары Ренджроверы И прочие Машины Да Окружают во все Так что наш Порш Каен Там кажется Каким-то бедным родственникам Знаешь И я вижу Что эти машины Все обновляются Регулярно Новые появляются Только так Полно людей Которые покупают Это Важно просто Ну Чтобы соответствовал Наверное ценник По его представлениям О том Какой должен быть Автомобиль Все Ну мне надо Ночь Переночевать Переночевать Здесь Да Провести Какой-то анализ Вот Ну и сделать Этот шаг Я так думаю Ну что Будем тогда На сегодня Заканчивать Я думаю Дальше ковырять Нет смысла Просто мы Я ухватился За твою ключевую Проблему И ее начал Ковырять Потому что Все остальное Оно уже Само по себе Наладится Если ты решишь Одну свою Проблему Просто Решение Должна ты Принять Только ты можешь Принять Это решение Кто тебе Нужен И с кем Ты готова Работать А кому Ты готова Отказать Часто я вижу Что ты Не готова Никому Отказать Может быть И не готова Я должна Подумать Ну пока До тех пор Пока ты Не будешь Готова Отказывать Всем Вот Ты так и будешь Работать Работала Спасибо За встречу Возвращаясь К мастерам У меня на самом деле В принципе Остаются только Те девочки Которым Им даже не то Что интересно Продавать Им интересно Помогать людям И за счет того Что они искренне Хотят им помочь У них получается Продажа И мне кажется Это самое классное Когда ты Изначально Настроен На то Чтобы решить Проблему клиента Я Отправляла Девочек На всего К сожалению Один пока Мастер-класс Это был тренинг Шестичасовой По такому Общению Это был тренинг По общению С клиентом Потому что Те такие Какие они Ко мне пришли И такие Какие они Сейчас Но это реально Небо и земля Они растут И я ими очень горжусь Для администраторов Есть отдельные тренинги И каждый администратор У меня базовый тренинг В обязательном порядке Проходит Я им их сама Оплачиваю У меня хорошие договоренности С этим тренинговым центром А дальше у нас Есть история О том Что если администратор Работает классно У него хорошие показатели Следующие ступени Ему я продолжаю оплачивать Пока он хорошо работает А сама ты тренинги Проводишь Своим персоналом У вас есть прописанные Ценности Компании Да У нас прописаны ценности У нас прописана миссия Для чего мы это делаем У нас есть собрание Ежемесячное Если это можно назвать Тренингами Но Если честно Я наверное Себя не очень уверена В этом чувствую Потому что Я знаю Как это делать Профессионалы Я сама хожу На эти тренинги И мне Проще всегда Отправить персонал К профессионалу И побыть самой Там же посмотреть Как они на это реагируют Возможно я не права Ты не права Потому что Самый главный Вообще пример Это В бизнесе Всегда Это мама То есть Те ценности Которые транслирует босс То что ты несешь В это То что ты вкладываешь То как ты веришь В свою компанию А не просто Учишь верить В компании В целом Это абсолютно Разные вещи Поэтому если вы Занимаетесь Для всех Как бы информация Если вы занимаетесь У вас есть Люди Какие-то Которые Что-то Кому-то Продают Находятся То это Ваша Прямая обязанность Сделать Мы проводили В пинке Еженедельные Собрания Где мы Говорили о ценностях Не просто Их писали Мы говорили О том Что это значит Мы смотрели Анализировали Как если Какая-то ситуация Происходила Мы говорили О том Что наверное Это к нашим ценностям Как бы не относится Не подходит Для нас Мы Постоянно Рассматривали Те ситуации Каждую неделю Какие Которые у нас Происходили Потому что Что-то происходит Где-то Остался недоволен Клиент Почему он Остался недоволен Что мы сделали Не так Как надо поступить В этом случае Для того Чтобы другие Учились Мы показывали Демонстрировали Рассказывали О наших планах Рассказывали О том Что мы делаем Рассказывали Постоянно Каждый раз О том Что нам важно Чтобы чувствовал Наш клиент При сопоставлении С нами Мы Вскрывали Боли Которые были У наших сотрудников Например Мало продаж Мы говорили Да Мы сейчас понимаем Что мало продаж Мы рассказывали О том Каким образом Они могут Это улучшить И давали возможность Каждому сотруднику Высказаться Сказать ему Несколько слов Обязательно Если это приходит Новичок Он обязательно Должен рассказать О себе Тоже Рассказать О каких-то вещах Обязательно Есть хороший момент Когда мы Позволяем Людям Можем В письменном виде Можем В каком угодно Высказывать Какие-то свои Идеи Мысли Даже если Они на самом деле Не очень Как бы классные Но человек Понимает Что он может Что-то высказать Он тоже Принимает В этом участие Проще понимать Что происходит В твоем коллективе Держать руку На пульсе И вот эту атмосферу Чувствовать Потому что Никто другой Их могут научить Технологическим вещам Но только ты Как владелец Можешь дать им Настроение И состояние Именно собственной команды В идеале Когда вы начинаете Расти Затем наступает Эра Какого-то менеджера Который это регулярно делает И в зависимости от того Насколько сильно вы растете Уже вступают Другие люди Я например Опять-таки приняла решение Что я не хочу Расти так Чтобы у меня выступал менеджер Я хочу сама Иметь свою команду В кулаке Ее греть Питать И всегда Понимаешь Вы переживаете Разные времена Ты например Сейчас начала обучаться Приезжать сюда Они знают Что ты приезжаешь Да Вот Вот очень важно Вот вы на самом деле Раз уж вы смотрите Вы очень счастливые люди Потому что человек Который открыл этот салон Да В частности Юстина Ей не все равно И вы Я считаю Должны Во-первых Быть счастливы Потому что большинству людей Вообще пофиг Во-вторых Должны помогать И всячески Поддерживать Все эти вещи Да Давать свои идеи Давать свою энергию И не быть пофигистом И не ждать Что вот Она сейчас одна Должна этот поезд тянуть А мы тут посидим Подождем Получится у нее Блин или не получится Да Что она там запустит Или нет Потому что Как это не парадоксально Но Лицом Вот вроде бы Как лицо ты Но лицо на самом деле Не ты Лицо те люди Которые каждый день Соприкасаются С твоим клиентом Поэтому вот то Что ты им дашь Ты в них вбросишь Вот до них Эти остатки дойдут И они потом Это выплеснут клиентам А то что говорит Какой-то там менеджер Другой Бизнес-тренер Забудь Это совершенно Другие вещи Поэтому больше У вас не будет Никаких бизнес-тренингов Теперь Юстина Сама Клятвенно вам Обещает Вот торжественно Клянется Что она сама Будет вам давать Все эти важные вещи Которые прежде всего Важны для тебя Потому что Каждый бизнес Это не трансляция Того что говорит бизнес-тренер Это трансляция Твоего собственного видения Твоих собственных ценностей Этим ты отличаешься От всех остальных Если мы просто ходим К бизнес-тренеру И делаем то что он говорит Значит мы все одинаковые Понимаешь Мы кланы друг друга Кто как усвоил Эту информацию Поэтому это должна быть Исключительно ты И никто лучше чем ты Это точно так же Как я не могу быть Идеальной матерью Вот она может Для твоего ребенка Никто не может быть Лучше мамой чем ты Точно так же Для них ты мама И ты мама для своего бизнеса И получится он или не получится Зависит от тебя И так или иначе Как бы там ни сложилось Дальше должно быть Твое решение Твоя энергия Только так Понимаешь И твоя ответственность Поэтому когда ты перекладываешь ее На других бизнес-тренеров Понимаешь Ну они как-то не так научились Нет Ты Все ты Поэтому бери на себя Пожалуйста Эту ответственность И у тебя будут Другие результаты И команда будет чувствовать И любить тебя гораздо больше Только попробуйте не любить Но сейчас я делаю Только личным примером То есть я периодически Сама встаю на стойке ресепшн Потому что мне интересно Услышать Что говорят клиенты Это очень важно Как они воспринимают Обслуживание Девочки естественно Находятся рядом Они слышат Они видят Как я предлагаю Как я общаюсь Как я выясняю Да Что вам понравилось А что не понравилось А чем мы можем вам помочь Опять же Как происходит перезапись Когда я стою на стойке ресепшн Потом мы разбираем Почему вот у меня такая конверсия А у вас другая конверсия То есть если это считается тренингом Значит я их провожу Вообще для меня это больше Больше такой Даже не мастер-класс Для меня это очень важный Контакт с клиентом При том что девочки это видят Это тоже важно Но несколько разные вещи Собрания постоянные Обязательно должны быть Окей Я записала На этой неделе мы включили Новую услугу Которую у нас давно Спрашивали клиенты Но у меня не доходили до нее руки При том что вложений Там практически никаких Потому что девочки У меня это делать умеют Материалы все есть Не было там буквально Кушетки для ламинирования ресниц Вот мы ее закупили Сделали быстренько кабинет Тем, который у нас и так пустовал И заняли дополнительный метраж Забудь Кушетка для ламинирования ресниц Тебе не сметь Вот в общем опять же Я послушала что говорят клиенты Ты такая Почему я не могу это сделать Если у меня реально все есть И кабинет даже есть Для этого это сделать У тебя заехали платья Да У нас дала площадь в аренду Да Правильно Это вот такое самое простое решение Пока я не придумала окончательно Что там делать Потому что все-таки фотозона Это не совсем мой путь Потому что у нас небольшие там окна У нас очень много в городе Красивых интерьерных фотостудий С большими залами И огромными окнами Что нравится фотографам Плюс это все равно ремонт И до положения Окна тут ни при чем И до положения тут ни при чем Но просто это не твое И это есть нормально Давай не будем искать оправдания Ты впустила людей Которые тоже какой-то поток Привнесут Да-да-да То есть это вечерние платья В принципе Вы отлично выполняете друг друга Да Они спокойненько заехали И мы обо всем договорились Это вот то что есть Слушай, как быстро все происходит Ну я говорю Я за эту неделю Да, они уже все Они уже стоят Они буквально за два дня заехали Но мы давно вроде как общались Вроде как нет А тут начало все происходить Да, я за эту неделю говорю Больше чем за месяц Мне кажется И мы спланировали фотопроект Для как раз выпускниц Потому что это сейчас актуально С хорошим фотографом С огромным сервисом По аренде платьев У них больше трехсот платьев Это где-то будет вне салона Да То есть они просто у вас красятся Да Они у нас красятся И полностью, да Естественно, собираются Мы работаем с очень хорошим сервисом У них больше трехсот платьев Это крупнейший сервис в Питере 300 платьев крупнейший сервис Мне кажется, что это очень мало Это очень мало Но в Питере это реально крупнейший сервис Я серьезно говорю Не, ну 300 платьев мало Мало-мало-мало Но однако же Это крупнейший сервис И они очень хороши Такие толстые, как я Могут, например, не найти себе наряд Придется ходить Размерная линейка 38-го до 52-го А, 52-й Ну, 54-й 56 наружу 60 Вот, в общем, спланировали фото-проект У нас в субботу будет отъем промо Как раз с блогерами же Ну, то есть здесь мы объединили эту идею И запустим Сделаем лендинг Будем предлагать Ну, опять же, очень интересное На мой взгляд предложение Потому что все любят фотосессии с готовым образом Это удобно Это быстро За тебя уже все придумали Если тебе нравится работа фотографа И ты можешь выбрать любое из трехсот платьев По-моему, отличная история Ну, в общем, что Волшебные таблетки мы не нашли Есть масса мелких действий Каждый из которых даст какой-то маленький эффект И в результате В результате надо смотреть Что будет происходить дальше Знаешь, это так вот работает закон Перехода количества в качество То есть ты что-то делаешь Одно, второе, третье Вроде ничего не происходит А потом в какой-то момент смотришь И у тебя просто все забито людьми Просто все покупают Все происходит И когда это произойдет, мы только не знаем Скажи мне, а что для тебя Что-то дало то, что ты приехала Вот ты думала о том Что, блин, зачем я приехала Как на тебя это повлияло? Я не думала, зачем я приехала Я просто ехала Но вообще, на самом деле Мне это дало историю Которая называется Живи сейчас То есть мы же всегда все планируем Мы пишем огромные списки Мы делаем какие-то Вот когда у меня будет вот это Я это сделаю Вот когда там сойдутся звезд Я это сделаю По большому счету Когда тебя ставят в ограниченные сроки То тебе дают неделю За которую ты обязан Либо показать результат Либо умереть Ну то есть как бы И то смерть не является причиной Не сделаю Это просто мыши стоят Кинжал Это видят только участники Да Когда у тебя есть неделя Ты понимаешь Что ну либо сейчас Либо никогда Потому что завтра У тебя уже будут какие-то другие дела И ты начинаешь поднимать свои списки Ты понимаешь Что у тебя оказывается Было столько идей Которые ты почему-то отложил И решил Что ты реализуешь их Когда-нибудь попозже И это очень крутая история Потому что Чем больше ты делаешь Тем больше твой мозг На эту тему работает И даже если он не генерирует Что-то новое Он докручивает Ту идею Которую ты возможно отложил Потому что она тебе Не очень нравилась Да И вот это вот докручивание Оно конечно все равно Будет не идеальным Но если ждать идеальности Можно вообще никогда не открыться И ничего не сделать Однозначно идеальное никогда не бывает И нормально то что мы в процессе Когда мы начинаем действовать Мы начинаем видеть все неидеальности И уже каким-то образом Иметь возможность их исправлять У меня есть две мысли Сейчас по поводу тебя Первое это то что я хочу Постараться устроить встречу С человеком Который построил Как по мне шикарную Небольшую Но шикарно дорогую сеть салонов И работает с очень крутыми людьми Включая меня Какая крутая школа Вот у него крутейшая Кстати школа По обучению специалистов Я думаю я его знаю С 18 лет Когда он был помощником Вот это крутейший кейс И я очень хочу с ним договориться Он все время куда-то улетает Прилетает Я думаю что на следующий раз Мы договоримся Проведем встречу Я думаю тебе будет очень интересно И полезно это общение Ну и соответственно Сейчас я предлагаю тебе Сконцентрироваться На всем том что у тебя есть На том что мы сказали И какое-то время поработать Посмотреть Что получается из этого А что нет Потому что естественно Темп идет большой Мы сейчас начинаем давать Участникам немного больше времени Потому что действительно Неделя все очень активно бегут Мы сейчас делаем Снова возвращаемся Вернулись уже кстати К одному выпуску в неделю Большому Двухчасовому Кто-то написал Не делайте 3 часа А 4 Лучше 6 или 8 Вот У нас дохнут наши операторы Простите Они нам нужны свеженькие Поэтому я думаю Что сейчас твоя задача Поработать над тем Что есть И дальше Чтобы мы могли уже обсуждать Все на 2 недели отпустим Я думаю что да Мы отпустим тебя на 2 недели Чтобы ты могла спокойно поработать И затем мы Встретимся в следующий раз Я думаю что в следующий раз Мы отправимся в гости К Эндрю Но мы точно все это согласуем И решим Вот А вы ребята Внимательно Кто в Питере Пожалуйста Приходим к Юстине в гости Приходим в салон Девочки А какой адрес Ковенский переулок Дом 9 Вот У нас рядом сыроварня Там очень вкусно Вот Заодно и сыр продала Процент получает Вот А сыр у нас не рекламировался Поэтому мы это вырежем Значит Внизу есть ссылочка Обязательно заходим к Юстине Обязательно говорим Что Мы тебя смотрим Юстина дает вам Еще более приятное Какое-то предложение Ну правда Ты же да Она даст вам подарок Скидки она делать не будет Но какой-нибудь подарок вам даст Вот Я уже договорилась Только что Важно Нам очень важно Чтобы вы помогали участникам Чтобы вы участвовали в процессе Потому что Классно Когда вокруг Есть те люди В вашем городе В том числе Которым не пофиг Что они продают Не пофиг Что они делают Им важно Чтобы это нравилось Поэтому обязательно Пишите все свои комментарии Что вы снова желаете Увидели Как вы смотрите на эту девочку Оказывается У нее есть еще ум Да Все писали Какая-то красивая Вот А теперь еще Мне было очень приятно Еще умно Вот Ну конечно Волосы нарастила Зубы нарастила Грудь нарастила Ресницы нарастила Женская моя зависть Ну потому что Все пишут Что я толстая А ты красивая Это же несправедливо Мне кажется Нет Это на другом видео Пишут Что я толстая Но я на том видео Просто толстая На этом худая Вот Ребята То есть на том видео Тебя забыли Обработать Фотошоп Блин Заразы Пусть делают Три выпуска В неделю Гады Протюет Соответственно Поддерживайте Спасибо вам большое За эту поддержку Мы отпускаем Юстину на самолет Она летает К нам Каждую Неделю Из России Потому что Она Хочет Чтобы Ее бизнес Был классным И крутым А вы сидите Тут рядом И думаете Как же Мне жить дальше Живите так Как живете Я не знаю Как вам Но честно говоря Когда я смотрела Интервью С Сергеем Татьяной Мне несколько раз Хотелось ворваться В кадры И сказать Ребята Что вы делаете Таня Таня Что ты делаешь Я не знаю Дошло ли что-то до Тани В этом выпуске Но я обещаю вам Что я обязательно Таню добью И наконец-то покажу Блин ей Как она существенно Не права И как она себя Не ценит Для того Чтобы ваше мышление Менялось И менялись ваши результаты Обязательно подписывайтесь На нашу рассылку Мышления предпринимателя Потому что Ваш мозг Нужно трансформировать Его нужно насиловать Его нужно иметь И с ним нужно делать Все что угодно Для того чтобы вы переставали Иметь вот эти бедные мысли В своей голове Ребята И я буду этого От вас добиваться Точно так же Как соковыжималка Добивается от апельсина Свежевыжатого сока Вы будете у меня Все свежевыжатые Поэтому обязательно Обязательно смотрите Следующий выпуск Я правда Очень Сейчас наполнена Правда Происходят в жизни Такие моменты Сейчас Когда все К чертям Хочется менять Единственное Чего мне не хочется Менять Это расставаться с вами Единственное Чего мне не хочется Менять Это переставать гореть Потому что Жизнь настолько Офигенная штука Что даже страшно Себе представить Что кто-то из вас Этого может не осознавать Не забывайте Подписываться На наш канал Потому что Этот канал Меняет жизни Это канал Не для нытиков Это канал Не для тех Кто ищет Совершенство И несовершенство В этом мире Этот канал Для тех Кто берет И делает И мать вашу У вас все Обязательно получится Главное Не забывайте Верить в себя Всем пока